Сейчас, секундочку, сейчас, секундочку. А вот БРИКС, Татарстан, чего у нас? Артур Халилулов, Татаринформ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдет в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах, ну, прежде всего, западных, как мы понимаем, да? И второй вопрос, связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира? Спасибо большое. Да нет. Просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань наилучший, один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежние президенты, и сегодняшние Мениханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Меттем Мишаевичем приезжал, еще мы ходили в дома. Дома, ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько мы зашли в дом, там чистенько все так прибрано, хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне. Понимаете? Уровень внутренней культуры народа просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столица Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и вообще политических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Ну, если вам больше нравится слово хаба, хабам, пожалуйста, хабам. Ну, и Татар – многонациональный, многоконфессиональный республик. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается меропорядка, основанного на правилах, нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Появляется в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим, неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году.